Сегодня мы будем говорить о фильме «Синие носы» из Сибири с любовью. И также будем его смотреть. У нас практически тут кинопоказ идет. У нас в гостях Константин Скотников, художник, Евгений Иванов, фотохудожник, а также они же, резиденты арт-группы «Синие носы». Здравствуйте! Здравствуйте! Слушайте, пока представлял вас, пока говорил, все пропустил, ничего не понял, что происходит. Все успеете, это не секрет. На самом деле, вчера произошел премьерный показ фильма «Синие носы» из Сибири с любовью. Режиссер Вера Романова и оператор Станислав Шубер. Все это сделано под покровительством студии «Азияфильм», который руководит наш известный документалист Владимир Эйснер. В общем, с его благословения был запущен фильм. Я думаю, можно поставить пока на паузу при приостановлении, потому что я пытаюсь и там услышать, и там услышать. Я думаю, так, я смотрю. Конечно, конечно, фильм надо посмотреть. Фильм, на мой взгляд, очень взвешенный, интересный. О чем? О чем? Ну, а прежде всего, конечно, главные персонажи – это группа «Синие носы» в лице Вячеслава Юрьевича Мизина и Александра Евгеньевича Шабурова. Они, конечно, являются главными героями, и их интервью, их монологи наполняют фильм. Мы тоже участвуем. Так сказать, интервью со мной, с Евгением Львовичем идет. И вот у меня в мастерской мы с Вячеславом Юрьевичем беседуем о предыстории создания группы, о, так сказать, живописном периоде, о художественных проблемах и позициях. Исканиях. Да, исканиях. Он искался, как живописец. И все начинается кино с того, что говорят, что «Синие носы не художники», а Слава говорит, мы художники. И Костя у нас доцент кафедры рисунка. И что мы даже можем… Никасу Сафронову была история, когда он сказал, что «Синие носы не умеют рисовать». Я ему говорю на открытой выставке, я говорю, давайте устроим с Костей Скотниковым вам соревнования по рисунку. Кочную ставку такую. Да, да, да. Он испугался на самом деле. Сколько по продолжительности фильм идет? Давайте я скажу. Фильм «25 минут». На самом деле там показаны ранние и поздние достаточно работы «Синих носов». Там провели интервью с Сашей и со Славой, и с Костей. Там на самом деле показан момент, как монтируется выставка в сибирском филиале Государственного центра современного искусства в Томске, к сожалению, в Томске. Вот. И, в общем-то, такой достаточно взвешенный, хороший, достаточно позитивный фильм. Там даже есть эпизод автопати, да, после открытия выставки. Но все так настолько корректно показано, что просто за загляденье. А сколько снимался фильм? Как долго монтировался и вообще работа над ним сколько велась? Ну, это мы уже не можем знать. Это надо Веру Романову на самом деле приглашать. Это был Владимир Эйснер и Вера на самом деле решились. Я вот ее когда спросил, откуда она узнала про «Синие носы», это было удивительно. Она сказала, из интернета. То есть она увидела, услышала и решила... Ну, я думаю, на самом деле, скорее всего, что это прозвучало... Все-таки «Синие носы» — это новосибирский бренд, так же, как и монстрация. Как мы... кому бы это не хотелось, но на самом деле люди творят, люди делают, люди харизматичные, креативные, ничем их не остановить. И они пытаются создать что-то. И это то, что они создают, выплескивается из-за предела Новосибирска. И вот это и было показано. И очень на самом деле взвешено никаких перегибов в плане того, что «Синие носами» и монстрации пугают людей. Те, кто не ходил. К сожалению, самое удивительное, что вот эти интерпретации — это просто какая-то катастрофа. Фейсбучные комментарии и так далее, и так далее. Вот стоит сходить на монстрацию или на выставку «Синие носы», как в 2009 году на Интере, люди выходят, улыбаются и с недоумением не понимают, за что здесь можно было бы ругать художника. Художники искренние, честные, веселые, добрые. Говорят на острые темы от физических проблем до духовных. Давайте сделаем небольшую паузу, небольшой перерыв, посмотрим новости, а потом вернемся к разговору. Продолжаем говорить об арт-группе «Синие носы». Ну и, наверное, для начала познакомим тех, кто, возможно, не знает о их творчестве, с ребятами, кто они, чем они, ну и самое главное, когда появились. Ну, в 1999 году окончательно сформулировалась у группы художников идея критического взгляда на социальные фобии. То есть, об этом, кстати, сказано в фильме «Устами Мизина», что, ну, надо каким-то образом было осмыслить и переосмыслить, и проиронизировать над теми фобиями, страхами, которыми питается значительная часть общества. Вот в преддверии миллениума все боялись, что остановятся компьютеры, с трех девяток на три нуля перейти компьютеры не смогут, все обрушится, компьютеры перестанут работать. Ну, в общем, много страхов было. Конец света, вероятно. Конец света, апокалипсис наступит. Вот, и художники замыслили такой проект под названием «Beyond Time Shelter» – «Убежище вне времени», когда на трое с половиной суток 12 человек были помещены в бывшее бомбоубежище, в бывший бункер, ну, просто в подвал жилого здания в центре города Новосибирска. Кстати, этот проект был международный, поддержан он был новосибирским филиалом фонда «Сороса». Таким образом, директор Новосибирского общественного фонда имени Юрия Васильевича Кондратюка Алексей Поливанов закрыл ключом дверь в бомбоубежище, и мы там остались. У нас было 12 человек, здесь присутствующие, вот и Женя, и я, мы там тоже присутствовали. А в чем суть? Без всего, без электричества? Да, без всего. Без техотропных веществ, без женщин, без техники, гаджетов, без какой-либо связи с миром, мы должны были ощутить себя в экстремальной ситуации и таким образом как бы проявить художественную, как бы художническую свою позицию в экстремальной ситуации, ну, во время конца света. Ты художник, что ты будешь делать, когда узнаешь, что скоро конец света? Ну, а что случилось с художниками? Что вы делали? Сначала мы там поскучали немножко, поскучали, послонялись, чай-чай покушали, вот, ну, а потом начали веселиться, как в пионерском лагере, подушками друг друга дубасить. Ну, в общем, обнаружилось, что кто-то все-таки взял и фотоаппарат, и видеокамеру, и таким образом начали снимать такие скетчи, фото-перформансы, видео-перформансы. Ну, кто-то стал граффити делать, рисовать, но постепенно вырезать... Вырезать по дереву. Вырезать по дереву. Даже такое было, да. Там же появилось звонок. Дмитрий Пиликин, художник из Санкт-Петербурга, сделал резной деревянный длинный стол для общих трапез. Ну, в общем, на самом деле, так сказать... Валер Аклам стихи писал, сидел на втором этаже, там были нары такие. Да. Ну, мужской уголок такой был сделан эротически, ну, как положено в любое... Вместо телевизора. Вместо телевизора, да. На скальной. Приключения были, что надо. Нет, у кого что в карманах оказалось, тот тем и стал пользоваться. Ну, кстати, потом из них начали производиться художественные объекты. Ну, а в процессе, на самом деле, чтобы ускорить ситуацию, все стали... Поскольку художники просто так сидеть не могут, там начались какие-то разговоры, начались какие-то... Все-все-все-все-все-все. А Максим Зонов, Дима Булныгин и Слава придумали, и Костя, одеть синие носы на... Ну, сделать такие небольшие эскизки. Ну, я все хвалаю Дмитрию Булныгину. Это он первый. Крышку синюю от бутыли пятилитровой с водой. Он надел на нос, ну, потому что не было же красных пробок, клоунских каких-то носов не было. Ну, вот как бы суррогат такого клоунского носа, синяя пробка, что оказалось достаточно, как бы, девиантно и экстремально. Кстати, слово «хулиганство» мы заменили словом «девиантность», так сказать, «отклоняющееся поведение». Вот, и в фильме, кстати, употребляется этот термин, именно этот термин. Ну, фильм очень деликатный, и несмотря на то, что, казалось бы, физически материала много, ну, экстремального и, в общем-то, на грани фола, тем не менее, обо всем об этом сказано достаточно взвешенно, деликатно. И вот то самое современное искусство – это просто-напросто творчество, честно говоря. Ну, а на самом деле, чем все-таки, вот по вашему мнению, народ зацепили синие носы? Ну, давай я немножко тоже скажу со стороны. Вот, потому что, Костя, мне приходилось чаще больше все-таки снимать какие-то ситуации. Вот, на самом деле, самое удивительное, что на тот момент, когда творили, никто даже не думал о том, что это может стать таким брендом, трендом и так далее, и так далее. Это было, на самом деле, абсолютно чистое творчество. Нужно было как-то самовыразиться и для себя в первую очередь. Я знаю, есть какой-то, вот что-то видел, тяп-ляп-методы всякие. Нет, но это на самом деле… Тяп-ляп-парт, тяп-ляп-арт, да. Скажем так, практически год… Нет, это было сразу показано в Москве, по-моему, на следующее лето. В этом же году… В 2000-м году. В октябре прошел Beyond Time Shelter, а в декабре фестиваль культурные герои 21 века в Москве, в Зверевском центре современного искусства, уже была выставка «Страстотерпцы» или «Патология перформанса», где мы, Слава, я и Саша, мы участвовали. И там все смотрели видеофильм, который сделали Дмитрий Булныгин и Вячеслав Мизин. «Синие носы» представляют 14 перформансов в бункере. И москвичи тогда узнали о странных парнях из Сибири. Причем, собственно говоря, наши фамилии, конечно, не были никому известны. И так говорят, да просто сибирские парни, сибирские, сибирские. И на самом деле сам по себе бренд, он прилип тогда, когда Саша со Славой поехали на Терриенале в Вильнюс. Нет, Костя. И пришли в гостиницу, пришли в гостиницу, и в гостинице не могли найти в списке себя, свои фамилии. И тогда они заглянули на ресепшн и увидели в списке «блюнозис», по-английски написано. И они говорят, так это вот, наверное, и есть «мы». И с тех пор, а нет, это их прилипло. Нет, на ресепшн и блюда написано «Саша Блюнозис» и «Слава Блюнозис». А, Саша Блюнозис и Слава Блюнозис. Вот. И вот с тех пор, собственно говоря, утвердился бренд. Мизин и Шабуров стали художниками галереи Марата Гельмана. Но таким образом бренд закрепился за ними. Хотя изначально там был несколько иной состав. Состав менялся, я так понимаю. Нет, дело в том, что там, да, Костя, на самом деле все было очень просто. В 2000 году стали продолжать эти проекты, и очень активно участвовал Дима Булныгин. Дима Булныгин – прекрасный видеохудожник, один из на самом деле брендов в видеоискусстве России, который сейчас живет в Москве, который участвует, но постепенно он отошел, потому что ему больше нравилось видео. Потому что арт-группа «Синий Носы» все-таки делает продукт очень синтетический. Начиная от перформансов в чистом виде, там, запускания фейерверка и штанов, фото, фотографиями, вплоть до живописи и каких-то таких вещей. Видео только элементик. Но все-таки, а современное искусство в Новосибирске в Сибири быть или не быть? Нет, разумеется, не. Ну, ты же спорить никто не будет. Здесь на самом деле не надо спорить. Вот когда в 2009 году на Интеру сделали выставку «Синих носов», она была, правда, «Синие носы», и «Друзья» называлась «Смотри, как мы сделали искусство 2000-е». После этого был большой, скажем так, разговор с участием Министерства культуры и правительства Новосибирской области, и было принято решение открытия Центра современного искусства. Вот чего, собственно, мы добились, и что, собственно, должно продолжаться. Сегодня мы говорили о фильме «Синие носы» из Сибири с любовью. У нас в гостях были Константин Скотников, художник, Евгений Иванов, фотохудожник. Они же резиденты арт-группы «Синие носы». Спасибо вам большое. Будем ждать новых перформансов, новых интересных людей.